Всем привет! В этом видео будем собирать короб Обычный короб На каркасной основе То есть так как он Должен быть сделан Не висеть на гипсокартоне А именно Чтобы у него основа была металлическая Размеры у него небольшие Метр девяносто пять в длину Поэтому стыков не будет Будет одна целая боковинка И одно целое дно Для начала ставим отметки Отступ от стены И высоту Затем по этим отметкам Отбиваем линии Отметки горизонтального уровня Переносим на все стены Которым примыкает наш короб По отметкам отбиваем линии Малярным шнуром Затем по этим линиям Будут прикручиваться направляющие профиля Вертикальные линии Можно по обычному уровню нарисовать Вся разметка готова Теперь по этим линиям Нужно прикрутить направляющие профиля Там где потолок из гипсокартона Прикручивать будем на саморезы По гипсокартону Там где стена Присверлим на дюбеля Длина профилей Длина должна быть на полсантиметра меньше Чем расстояние по разметке При фиксации профилей Есть небольшие тонкости Если это простой дюбель Пластиковый На стене То не надо колотить по нему молотком Хотя название Дюбель и гвоздь провоцируют На то, чтобы по нему стукнуть Лучше всего и затягивать Шуруповертом Так вы почувствуете Хорошо он притянулся или нет Крепление в гипсокартон Тоже имеет свои особенности В тех местах Где внутри основного потолка Проходит профиль Саморез затягивается плотно До конца Но с таким усилием Чтобы не сорвать резьбу Между этими саморезами Которые вкручены в профиля Есть дополнительное крепление Из тройки саморезов Вкрученных елочкой То есть в разных направлениях Они закручиваются До конусной части Служат для того Чтобы просто распределить Нагрузку От профиля на гипсокартон Основной периметр готов Это наш фундамент Для дальнейшей сборки каркасов Кстати, боковые вертикальные удышки Мы тоже закрепили Разными способами С одной стороны Надюбели саморез по металлу С другой стороны Там, где нельзя было засверлиться На три самореза по металлу Два сверху За направляющий профиль И один внизу За направляющий горизонтальный Сейчас установим угловой профиль Тоже направляющий И продолжим собирать каркас Конкретно в нашем каркасе Вертикальные перемычки боковые Будут из удышки С лепестками А снизу будут вставляться цдышки Горизонтально Поэтому угловой профиль Закрепляем таким образом Чтобы он составлял единый периметр С настенной удышкой Углы закрепляем на саморезы Установили перемычки И закрепили их От базовых поверхностей То есть горизонтальные От стены А вертикальные От потолка Теперь можно выравнивать Для выравнивания Будем использовать лазер И металлическую линейку Технология выравнивания Примерно вот такая Закрепляем лазер Так, чтобы линия была ниже периметра Замеряем линейкой Расстояние Там, где профиль уже прикручен к каркасу Например, в нашем случае 6 см Дальше по всей длине Выравниваем Профиль на перемычках Таким образом, чтобы Расстояние от профиля В точке крепления До линии было бы одинаковым Вот, в принципе, и все Выравнили каркас И в горизонтальной И в вертикальной плоскостях Теперь можно начинать обшивку Гипсокартоном Количество перемычек и расстояния Между ними зависит от Способа обшивки То есть, снизу у нас всегда Профиля через 40 стоят Потому что в сочетании С гипсокартоном Толщиной 12,5 мм Это дает наименьшую вероятность Того, что он провиснет Между профилями А перемычки на узкой части Вертикальные В данном случае стоят Просто равномерно Потому что полоска Здесь будет целая Если бы я ставил полоски По метр двадцать То и расстояние между ними Было бы соответственно Модулю листа Или через 40 см Или через 60 см Боковая часть короба готова Осталось прикрутить Гипсокартон снизу Снизу тоже все прикрутили Красиво и равномерно То есть, углы Перемычки И все периметры Вот так собирается короб Из гипсокартона На каркасной основе Расположение профилей В каркасе может быть разным Но смысл у них один Они создают силовую конструкцию Для которой гипсокартон Всего лишь обшивка Но ни в коем случае Не несущий материал На этом всем пока Спасибо за внимание Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова